Всем привет, с вами Григорь и как всегда за моими плечами город Айсадовск. Завтра 1 июня, поэтому поздравляю всех подписчиков и зрителей канала с первым днём лета. Пока же сегодня 31 мая, вторник, но тем не менее скоро начнётся лето, поэтому всех поздравляю с наступающим первым днём лета. Ну и выражаю соболезнования тем, кто остался на летнее обучение или как-то на крайняк на второй год. В общем, передаю всем привет и начинаем наш видеоролик. Сегодняшнее первое нововведение, последнее в этом городе, то есть в этом выпуске, это стадион Строитель. Так вот, выглядел стадион сверху, я также опубликовал новости в группе про Айсадовск в ВКонтакте, ссылка в описании, на которую ставлю. Предыстория была такой, раньше, когда у меня был сервер с этой картой, Глинизер планировал построить здесь стадион, но так уж однажды произошло то, что я потом переключил эту карту на одиночную игру, то есть я отказался от сервера, который управлял единоличный Глинизер, а проект стадиона, мягко говоря, был то ли отменен, то ли перенесён на неопределённый срок. Кроме того, у меня тогда не было опыта строить стадион, поэтому пришлось удовольствоваться за вот такое небольшое футбольное поле после этого жилого здания. Хотя планы по стадиону возле этих многоэтажек были, но единственное, что мешало, это опыт, то есть опыта строить такие конструкции, как стадион, у меня как таковых просто не было. Но я также взял стива в руки и сделал вот такой стадион, то есть получил хоть какой-то опыт. Сделал трибуну, то есть пол, сделанный из диорита полированного, сиденья из дубовых ступенек, а часть лестницы, это уже ступеньки из некого кирпича. Также вот выставлено освещение, ну и, в принципе, вот так вот выглядит здесь стадион. Кроме того, я решил позаботиться о том, чтобы можно было припарковаться возле стадиона, чтобы приехать болельщики. Поэтому я сделал парковочную зону, рядом с ней были посажены деревья. Кроме того, появилась также остановка для легкового такси, чтобы таксисты могли припарковаться и, вот, и чтобы высадить пассажиров. Опа, здорово у нас отри. Кроме того, я решил добавить общественный транспорт, поэтому я сюда решил провожить трамвай. Но единственное, что тогда мешало, это перекресток на улице Бакинских комиссаров, начинающийся от стадиона Строитель до участок пересечения с улицы Барашилова. Беда в том, что это была, можно сказать, узкая, не знаю, то ли сей, я не знаю, как она называется, но, в общем, в общем, в общем, то есть, это не было возможности провожать трамвайные пути. Поэтому мне пришлось тогда расширить половину между полцами, вот, и, ну-ка, раздвинул, и, чтобы можно было хотя бы проложить трамвай. В общем, вот, так уж и решил. И, в связи с тем, что я перешел на версию 1.14.4, я об этом тоже писал, даже в группе канала писал, я немного изменил формат ослановок, автобусных и трамвайных остановок. Я немного изменил материалы, теперь там используются призмариновые плиты из призмариного кирпича, из темного призмарина, а также блок призмариного кирпича в качестве дорожки до пешеходного перехода. Вот самое забавное, потому что я там вот сделал, как задумывалось, но вот, но там... А нет, всё в порядке, всё в порядке. Так вот, уже после того, как я закончил строить, сделать трамвайные пути до стадиона, я решил немного изменить некоторые трамвайные остановки, например, возле трамвайного депо. И я немного облажался с расположением материала. И получилось так, что по бокам теперь плиты призмариного кирпича, а вот остальное покрыто уже плитами из темного призмарина. Я не могу сказать облажался. Если не облажался, то как минимум, ну, перепутал, короче говоря. Ну и вкратце скажу, вкратце могу сказать, что планируется построить возле, в районе, вокруг стадиона, короче говоря. Планируется возвести торговый, нет, не торговый комплекс, а жилой комплекс, то есть возвести многоэтажки вокруг стадиона. Кроме того, самое забавное, то, что я заметил, это то, что рядом, почти рядом с Бахмутской улицей, да-да, так называют, снова улица. И где-то внутриквартальный проезд, который начинается отсюда, где вот разворот для машин, вот и сама вот эта дорога внутриквартальная, ведет она в сторону улицы Агалакова, то есть вот здесь. В общем, я этим немного, наверное, не знаю, то ли вызвал улыбку, то ли я не знаю, как назвать, но, тем не менее, это дало себе знать о том, что здесь будет, что будет что-то новое здесь. Ну и, напоследок скажу, что возможно планируется строительство торгового ряда, ну это типа как рынок, или торгового центра, может быть. Ну а это пока что все, можно сказать, в мыслях, на бумаге, а на деле пока что, ну, пусто. В общем, на этом у меня пока что все, спасибо всем за просмотр, понравился ролик или нет, решать вам, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите свои идеи для видео, а также для проекта Айсадовск в Майнкрафте. Также заходите на мой канал, извиняюсь, залетайте также на мой чат в Телеграме, на сервере в Дискорде, а также в мою группу ВК, ссылки в описании. А также заходите на мою группу Айсадовск в ВКонтакте, ссылка также располагается в описании под видео. Ну что ж, с вами был Грегор Эджорс, спасибо всем за внимание, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok